Введение и навигация ПА600 продолжает эту традицию, сочетая профессиональные качества звучания и инновационные интуитивно понятные функции управления в доступном по цене инструменте, созданном специально для исполнения и создания музыки. Часовое видео посвящено описанию основных функций ПА600. Информации очень много, мы будем вынуждены говорить кратко, однако этого будет достаточно для начала работы. Мы рекомендуем при первом знакомстве следовать данному видео, при необходимости нажимая на паузу, а затем снова продолжая. Более подробную информацию можно найти в файлах PDF на дисках из комплекта поставки ПА600. При работе в режиме Song Play удобно воспользоваться USB-накопителем с файлами в форматах MIDI, Karaoke MIDI или MP3. Если их нет, не беда. Вернитесь к этому разделу после того, как раздобудите эти файлы. Кстати, помимо стандартного ПА600, существуют и локализованные версии. Данное видео соответствует всем моделям ПА600. Если стили и тембры в вашем синтезаторе другие и расположены не в том порядке, это не является поводом для беспокойства. Видео содержит только демонстрационные примеры. Если вам предлагается выбрать стиль или тембр, а на вашем инструменте они, например, имеют другие названия, просто выберите любой другой стиль или тембр и продолжайте работу. Прекрасно! Перед началом работы перезагрузим ПА600. В этом случае наши синтезаторы придут в одинаковые состояния. Удерживайте кнопку Standby в течение нескольких секунд. Экран потемнеет, а затем погаснет полностью. Теперь включите ПА600. Для загрузки всех необходимых данных, стилей, тембров и т.д. потребуется около минуты, приблизительно как при загрузке компьютера. Пока данные загружаются, познакомимся с лицевой панелью ПА600. Поскольку этот инструмент ориентирован на живое исполнение, на ней размещено много регуляторов для оперативного доступа к функциям. Познакомимся с некоторыми из них. Например, джойстик используется для управления различными параметрами звука. Кнопки 1 и 2 также используются для управления тембрами и другими функциями ПА600. Регулятор громкости Master Volume. Регулятор Balance используется для настройки баланса между клавиатурными тембрами, то есть тембрами, которые играет музыкант, и автоаккомпанементом или песней. Установим этот регулятор в среднее положение. Справа находятся кнопки Mode, обеспечивающие доступ к четырем базовым функциям ПА600. Воспроизведение стилей, песен, создание песен и собственных тембров. Кнопка Global предназначена для настройки глобальных параметров, например, для назначения функции на педаль. Кнопка Media служит для доступа к записи или загрузки файлов с различных носителей. Кнопки Style Element используются для выбора частей стиля, вступления, интро, вариации, variation и т.д. Красная кнопка Start-Stop, так же как и кнопки Fade-In-Out, Tap-Tempo и Synchro Start-Stop, используются для запуска воспроизведения стиля в различных режимах и его остановки. Эти четыре кнопки обеспечивают прямой доступ к выбору стилей, тембров, песен или базе данных Songbook, специально созданный для организации песен и стилей. Для воспроизведения песен используется отдельная транспортная секция. Кнопки Performance позволяют переключаться между настройками клавиатурных треков. Кнопка My Setting быстро выбирать любимую настройку тембров клавиатуры. Эти кнопки управляют транспозицией, октавным смещением верхних клавиатурных партий, а также точкой разделения Split. Колесо ввода данных используется для редактирования параметров. Кнопка Menu используется для навигации по страницам редактирования. Кнопка Exit для возврата к главной странице. Цветной сенсорный экран – сердце интерфейса PA600. Под экраном находятся четыре кнопки STS – загрузка установок в одно касание, обеспечивающих доступ к оптимальным настройкам клавиатурных треков стиля. На тыльной панели PA600 предусмотрен выход для наушников, входы для подключения внешних устройств к динамикам PA600, правый и левый аудиовыходы, вход-выход MIDI, гнездо для педалей сустейна, гнездо для дополнительной педали, например, EXP-2, для управления громкостью или переключателя, например, PS1, для управления запуском и остановки стилей. Разъем USB-девайс предназначен для подключения встроенного жесткого диска к компьютеру, а разъем USB-хост – внешних устройств, таких как флеш-накопители. Теперь, когда PA600 загрузился, я покажу, как настраивать яркость дисплея. Удерживая кнопку «Меню», вращайте колесо, чтобы подобрать оптимальное значение. Оно будет использоваться до тех пор, пока не будет снова изменено. Да, и еще. Следует отключить упрощенный режим. Он уменьшает количество параметров на дисплее, упрощая работу с инструментом. Я покажу, что это такое. Смотрите, на экране много информации и еще несколько закладок с еще большим объемом информации. Коснитесь маленького треугольника в правом верхнем углу экрана для вызова меню, такого же, как на компьютере. Коснитесь Easy Mode. Обратите внимание, на экране осталась только основная информация, дополнительных закладок нет. Это удобно во время живых выступлений или когда не нужны продвинутые функции PA600. Сейчас отключим упрощенный режим. Откроем меню еще раз и еще раз коснемся Easy Mode, чтобы отключить упрощенный режим. Теперь экран станет приблизительно таким. В памяти PA600 есть демонстрационные песни. Нажмите одновременно на кнопки Style Play и Song Play для перехода в демо-режим. Через несколько секунд начнется воспроизведение первой песни, демонстрирующей тембры, стили и другие возможности инструмента. Нужную песню можно выбрать с помощью одной из трех категорий. Песни, соло-инструменты, стили. Коснитесь Full Songs, а затем выберите песню. Например, PA Heart. Нажмите на Exit для перехода к выбору категории. Для выхода из демо-режима нажмите любую кнопку Mode. Нажмите на кнопку Style Play. Чтобы не тратить энергию зря, PA600 автоматически отключается, если вы не играли на нем, не нажимали на кнопки и не касались дисплея в течение двух часов. Прежде чем делать длинный перерыв, сохраните данные, например, перфомансы, стили, песни и так далее. Данный режим автоотключения действует по умолчанию, однако его можно отключить в режиме Global. Субтитры делал DimaTorzok